На Ямале подвели итоги предварительного народного голосования. Жители региона определились с кандидатами в кандидаты осенних выборов. 61 площадка и больше 100 участников. Итоговый список на сентябрьские выборы составлен. Именно им предстоит принять участие в большой выборной кампании 2015. Все подробности в материале наших коллег. Бюллетени подсчитаны, списки составлены. Команда 89 встретилась лицом к лицу с проблемами и надеждами выборщиков. В общерегиональный список возглавляет временно исполняющий обязанности губернатора Ямала Дмитрий Кобылкин. Он набрал более 95% голосов. В тройке лидеров также директор школы из Губкинского Тамара Полякова. И главный врач санчасти «Газпромдобыча на дым» Игорь Гирилишин. На довыборах депутата Тюменской областной думы победу одержал первый заместитель председателя Ямальского парламента Николай Яшкин. Все отметили, равно как и наши смежники и общественная организация, то, что кампания проведена чисто, без скандалов. Фактически было предоставлено право заявить о себе любому желающему. К народному голосованию ямальцы проявили повышенный интерес. При прогнозируемых 36 тысячах проголосовало свыше 40. Цифры – лучшее свидетельство того, что большой эксперимент ямальских единороссов удался. С таким мнением согласны и политические тяжеловесы. Предварительная обкатка, скажем так, проверка на доверие избирателей, возможных кандидатов, депутатов законодательного собрания нашей партии «Единая Россия» абсолютно нормальное явление. И даже это, я считаю, правильным действием самой партии. Народное голосование – мера, хоть и ресурсозатратная, но полезна каждому участнику народного голосования. Такая успешная практика будет продолжена. Предварительное народное голосование, оно, на мой взгляд, дало возможность и тем, кто принял в нем участие, как в качестве потенциальных кандидатов проверить себя, ну и населению, тем выборщикам, которые пришли, сверить некие позиции. Пусть это трудно, пусть это конкурентно, когда ты соревнуешься со своими коллегами, со своими сопартийцами, но в этой конкуренции определяется действительно то лучшее, с чем можно идти дальше. Общение лицом к лицу стимулирует и заставляет в буквальном смысле слова быть в ответе за свои слова. Опытные политики ставят на доступность и максимальную открытость. Например, Тамара Полякова сложных речей произносить не стала. Педагогический опыт подсказывает – истина в простоте. Когда говорится просто на доступном человеческом языке, то становится, в общем-то, понятным. И люди действительно после выступлений на площадках ко мне подходят и благодарят за выступление, за то, что обозначены самые главные, наверное, проблемы. Они важны для каждого человека. Это дом, это трудоустройство, это качественное образование. Новичков высокая трибуна заставила понервничать. Алексей Ардышев о насущных и жизненно важных вопросах Ямальской столицы знает многое. Но и он не смог скрыть волнение. Признается, помогла поддержка близких и слаженная работа команды. Мы чувствуем себя единой командой. Несмотря на то, что мы конкурировали между собой и претендовали на право выдвинуться от «Единой России», тем не менее сегодня, когда все это произошло, мы себя чувствуем единой командой. Известная певица Еленя Лаптендер на большой сцене выступает не впервой, но и она переживала, говорит, другая ответственность и другие задачи. В конечном счете многолетний творческий опыт направил эмоции в нужное русло. На мой взгляд, все прошло очень хорошо. Народ приходил от души, все остались довольны. Мы рассказали о своих планах, о том, что может быть в перспективе. Конечно, очень приятно, и для меня это большая честь, быть в команде 89. Участники команды 89 пришли к финишу. Позади 61 площадка в 39 городах и поселках Ямала. Итоговый список на сентябрьские выборы составлен, но и это не повод расслабляться. Впереди конкретные цели и действия, ведь в противном случае народ спросит с лихвой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!